Привет, просветители! Как же приятно иногда сказать, а я говорил, в моем случае на протяжении шести лет. Не знаю, куда там зашли или вышли, Меркурий, Венера и прочие Юпитеры, но последние несколько недель достаточно известные товарищи прям-таки фонтанируют цитатами из моих роликов. Ну, практически. И не потому, что я весь такой умненький, хотя это, конечно, тоже не стоит отрицать. Нет, я озвучиваю банальнейшие вещи, которые очевидны практически любому человеку, который хоть как-то связан с образованием. Но так как у Министерства образования всегда все хорошо, а я не пять долларов, чтобы всем нравиться, да и взгляды у меня чересчур либеральные, внимание, либералы еще не экстремисты, пока что, то периодически некоторым кажется, что я всего лишь проплаченный критикан. И вообще, что я знаю? Очевидно, ничего. Тут даже спорить не буду. Но когда все те же самые тезисы озвучивает депутат и настоящий патриот, отношение тут же меняется. Ого, наверное, правда проблема есть. И она, безусловно, есть. Если какому-то Паше из интернета достаточно было всего лишь один раз на программу посмотреть, чтобы понять, что-то тут не так. А профильному комитету Госдумы, для того, чтобы прийти к этому же выводу, аж два года потребовалось. Не, понятно, поспешишь людей насмешишь, но все же... Разговоры о важном со стоповым. На этом канале я уже неоднократно озвучивал опасения, что одна и та же тема в первом и в одиннадцатом классе... Это бред. ...и сразу же по нескольким причинам. На бумаге это, конечно, смотрится просто замечательно. Кто бы спорил? Все школьники страны каждый понедельник в едином порыве говорят на одни и те же важные темы. Ну, красота же! Проблемы начинаются с того, что важно в понимании первоклассника, одиннадцатиклассника и чиновника это совершенно разные вещи. Я сейчас озвучу просто крамольную мысль, поэтому держите кроволобу под рукой. Условный Менделеев и его выдающиеся достижения совершенно неинтересны шестилетке. Потому что его познавательные интересы до этого уровня пока просто не доросли. Его, в смысле, шестилетке, а не Менделеева. И никто не спорит. Конечно, можно потратить полчаса от школьного дня на попытки донести величие этого человека до условного Васи, который еще читает по слогам. А вы ему, таблица Менделеева. Но что-то мне подсказывает, что толку от этого будет ровно ноль. Потому что в следующий раз услышат эту фамилию школьник в классе восьмом. И я не сомневаюсь, что учителя начальной школы согласились бы, что лишний урок чтения или письма был бы в разы полезнее. Но на бумаге, конечно, бы смотрелся не так эпично. И практически та же ситуация в одиннадцатом классе. Когда и без того замученным и запуганным выпускникам, у которых одна цель, ну окей, две. Дожить до ЕГЭ и не отбросить копыта после. Умные дяди и тети из Министерства просвещения советуют потратить полчаса на разговоры о новогодних традициях и клоунах. Ты-ты-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри. Возможно, кто-то еще помнит мой обзор на этот цирк. В старшей школе реально больше заняться нечем. Я даже представить боюсь, как бы у меня горела пятая точка, окажись я на месте выпускника из условной Рязани. Пока моих сверстников из Москвы школа готовит к ЕГЭ, напоминаю, что в столице у нас уже второй год эксперимент. Почти целое полугодие школьников будут на ЕГЭ натаскивать вместо уроков. Мне предлагают о цирке поговорить. Не, ну так-то если подумать, максимально эффективное использование времени перед экзаменами. Ты-ты-ты-тыри-ты-тыри-тыри-ты-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри. Вот реально, когда все темы закончились, но нужно хоть что-то в программу вставить. Так, второклассникам об избирательной системе рассказали, самое время поговорить с одиннадцатиклассниками о московском цирке. И простите меня, но не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что это просто забивание времени. И я об этом сказал, как только увидел программу разговоров о важном. Каких только эпитетов я не получил в свой адрес после этого. Даже на ТВ попал. Проходит два года, в Комитете Госдумы по просвещению приходят с тем же самым выводом, что и Паша Хейтер. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложил усовершенствовать программу занятий разговора о важном. А именно, учитывать возраст детей при планировании тем. Вот это предложение. Все великие советские педагоги на том свете, наверное, аж поперхнулись. И как только современные гении до этого дошли. Представляете, при разработке тем нужно учитывать возраст учеников. Кто бы мог подумать? Опусти руку. Не пытаться? По факту тему из учебника по обществознанию за девятый класс до уровня манной каши упростить. Чтобы второклашка хоть что-нибудь понял. И не захлебнулся ненароком от патриотического восторга, пока учитель будет пытаться ему эти знания запихнуть. Сами знаете куда. И не выдумывать велосипед. Что бы такого добавить в сценарий для одиннадцатиклассников? Что бы разговор о Деде Морозе не совсем странно смотрелся? Соответствующую инициативу депутат изложил в письме к министру просвещения Сергею Кравцову. Как я и говорил в прошлом ролике, поток корреспонденции и не думает заканчиваться. Парламентарий подчеркнула, что общая для всех классов программа занятий, основанная на принципе соответствия темы российским и международным праздникам, не всегда учитывает возрастные особенности различных групп обучающихся. Да, не всегда. Можно сразу же вопрос? А у вас там в комитете по просвещению вообще никого с педагогическим образованием нет? Раз вам аж два года потребовалось, чтобы понять, что разговор о Масленице и скоморохах за три месяца до экзаменов – это немножечко, скажем так, странненько. Еще раз повторю. Дело не в том, что я умный и великий методист. Макаренко, посторонись, Остапов на подходе. Проблема в том, что голоса людей, которые отношения к школе имеют, банально не учитываются. Но я правда не могу представить позитивную реакцию учителя математики, которому нужно весь класс к экзамену готовить, а ему предлагают поговорить об азбуке Ивана Федорова. Школьники и так это изучают на уроках истории. Ученики первого и четвертого класса изучают структуру подразделений спецназа наравне с учащимися старшей школы. Либо школьники старших классов вынуждены изучать темы международного дню цирка наравне с учениками начальной школы, пояснила Лантратова. Хмм, и кто же об этом говорил? Знаете, такой противный парень, который вечно всем недоволен. А когда эту программу принимали, ни у кого вопросов не возникало, только в середине учебного года проснулись. То есть вот я реально один человек, который открыл программу разговоров о важном, увидел тему цирк, цирк, цирк в 11 классе и подумал, что что-то не так? Возможно, это не самая подходящая тема. Перед экзаменами. Вот. Всех все устраивало. И тех, кто это писал, и тех, кто это проверял, и тех, кто внедрял. Все замечательно. Только вот у Остапова бомбануло. Ну и у Яна Лантратовой, судя по всему. Видите, я не один. Вот я и Яна. Мы теперь с Яной ходим парой. Так кто-то там с Тамарой санитары. Так вот мы с Яной Лантратовой не особо довольны цирком в 11 классе. Есть у нас небольшие претензии. Не, ну спасибо, конечно. Может, такими темпами и остальные принципы педагогики высоким чинам известны станут. Но я бы, конечно, особо на это не рассчитывал. Важно разработать не общую программу для всех уровней образования, а индивидуальные планы для каждого уровня образования с поэтапным введением новых тем, подчеркнула парламентарий. Да, давно у меня не было настолько смешанных эмоций. С одной стороны, это, конечно, круто, что на эту тему наконец-то заговорили. Но сам факт, что эту банальщину нужно озвучивать, это такое днище. Представляете, вам нужно писать письмо министру просвещения, чтобы сказать, что темы уроков должны соответствовать возрасту обучающихся. А что, этого кто-то не знает? Не, ну, если посмотреть список тем, очевидно, нет. Лантратова добавила, что ученики первого и четвертого классов также изучают налоговую грамотность. При этом программой разговоров о важном не учитывается, что такая тема, как налоговая грамотность, является слишком сложной для понимания учеников начальных классов, а также дублирует программу основного общего образования по предмету общества знания, отметила парламентарий. А факт того, что часть тем в принципе дублируют школьные учебники, никого не смущает? Одни сидят, глазами хлопают и зачем-то слушают о том, что они и так будут изучать через несколько лет, подробно и не на коленке, а вторые по третьему кругу тот же самый материал проходят. Ну, просто в свободном времени очень много. Для младшеклассников Лантратова предложила вести тему семейное благополучие, рассказывающую о корректном поведении в семье, принципах семейных взаимоотношений и прочих аспектах семейной жизни. Все лучше, чем рассказы о Гоголе в первом классе, когда дети еще ни с одним произведением писателя даже не знакомы. Ребята, сегодня мы будем говорить о Николае Васильевичу Гоголе. Вы еще ничего не читали из его произведений, но мы сегодня будем о нем говорить. Очень интересно. Она предложила Кравцову включить в разговор о важном для основного общего и среднего общего образования темы финансовая грамотность, цифровая гигиена, деструктивная идеология, что это и как с ней бороться. Также, по мнению Лантратовой, школьникам следует изучать работы русских философов Евгения Трубецкова, Алексея Хомякова, Ивана Ильина. Господи, школьникам учиться надо и к экзаменам готовиться, а не труды Ильина читать. Может быть, тема цирки и не была такой уж плохой? Ну что, в Думе задумались об изменении разговоров о важном. Не менее важный разговор, который из года в год звучит на этом канале. А кто это добро проводить будет? В прошлом месяце Путину впервые в лицо заявили «Учителей не хватает». Дефицит учителей в школах составляет 250 тысяч, и это расчет только в вакансиях. Отток колоссальный. Учителя порой вынуждены трудиться, что называется, за троих. И так как теперь это больше не секрет для президента, есть у меня ощущение, что следующий год будет очень богат на всевозможные инициативы. То есть без контента канал точно не останется. Политики и чиновники начнут идеями фонтанировать, как бороться с дефицитом педагогических кадров. Первое предложение уже поступило. В Госдуме предложили подготовить универсальных учителей для сельских школ. Повторю, пока столичных школьников натаскивают на ЕГЭ и, соответственно, готовят к получению высоких баллов на экзамене, деревенских детей будут учить универсальные педагоги. Это как универсальный солдат, только педагог. Не сомневаюсь, что ученики подобных универсалов будут весьма конкурентно способны. Такие педагоги смогут преподавать сразу несколько дисциплин. Это поможет решить проблему дефицита специалистов в населенных пунктах. Действительно. Если заставить Глюку Андреевну вести сразу же пяток предметов, то никто больше Путину не пожалуется, что детей учить некому. Районные центры необходимо больше обеспечить учителями-предметниками. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Еще одно великое открытие. Учителя нужны не только в Москве. Вы посмотрите, как 2024 год активно стартовал. Прям прозрение за прозрением. Учителя сельской школы должны в себе совмещать элементы культуры, психологии, логопедов. Это должен быть универсальный специалист. Но начнем с того, что любой педагог должен обладать определенным набором психологических знаний. Это в программе педвузов прописано. Культура? Тут, по-моему, и обсуждать нечего. Но никакой учитель-предметник не заменит психолога и логопеда. Если кому-то интересно почему, советую в поисковике вбить запрос. Чем занимается школьный логопед? И первый же документ докажет вам, что ни о каком совместительстве речи быть не может. Если у учителя русского языка есть определенный набор знаний логопеда, это очень круто. Это на самом деле здорово. Но никакую серьезную работу не провести. Никакие серьезные логопедические проблемы в рамках урока не решить. То же касается и школьного психолога. Нужны конкретные специалисты, которые будут вести долгую кропотливую работу с определенными детьми. И вот только тогда можно увидеть какой-то результат. Никакие универсальные учителя ничего не исправят. И пока в нормальной школе есть логопед, а в твоей Шизой Парфентич, который ведет математику, физику, историю и ОБЖ, ну он же универсал, а еще он логопед и психолог на полставки, можно смело утверждать, что в вашей школе нет ни логопеда, ни психолога, ни учителя ОБЖ. По мнению Пилипенко, внедрение такой программы в педвузы решит некоторые проблемы. Например, это поможет избавиться от дефицита специалистов в малонаселенных пунктах, так как зарплата многопрофильных педагогов значительно вырастет. Зарплата вырастет. Уровень знаний нет. Более того, это сможет решить демографический вопрос, так как люди перестанут уезжать в более крупные города и регионы ради обучения своих детей. Хм, отдать моего ребенка в школу, где с ним будет заниматься логопед, или остаться в деревне, где универсальный учитель обладает некими логопедическими знаниями. Даже не знаю, что выбрать. Упаси бог, учителя должны быть профессионалами в своем деле, в том числе и в сельских и в малокомплектных школах. Универсальный учитель значит, что он ни о чем, заявила Дейли Шторг руководитель Верейской школы номер один Татьяна Шубина. Глава учебного заведения номер 13 города Горло-Алтайска тоже не уверен в уровне знаний, которые ученики получат от таких наставников. На данный момент к этому идет тенденция. Учителя естествознания, например. Сейчас во многих сельских школах такие учителя-универсалы уже существуют. Они ведут и по 11 предметов. Вопрос, насколько это образование будет качественным? Не знаю. Поделился Яков Чубуков. Ну это работники школы не уверены. Политики же смотрят на мир несколько позитивнее. Чего и вам желаю. А еще предлагаю сократить количество депутатов до 10. Пусть останутся только универсалы. Они все равно все как под копирку одинаково на кнопочки жмякают. Или это только с образованием так работает? В смысле, где был школьный психолог? На уроках? У нее 37 часов. Да, а еще она психолог и логопед, и советник директора по воспитательной работе. Сами не знаем, как на тревоженные звоночки поведение Жорика не заметила. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.